Привет, друзья! Сегодня у нас краткий пересказ комедийного фильма ужасов 2017 года под названием «Няня». Колл – 12-летний подросток, который до сих пор боится прививок и терпит насмешки со стороны одноклассников. После уроков он ждет автобус соседской девчонкой Мелани, за которой приезжает ее отец. Мелани просит подбросить Колла до дома, но отец утверждает, что раз Колл приехал на автобусе, то и уезжать он должен также на автобусе. Колл возвращается домой пешком. К нему подъезжает местный задир от Джереми со своими дружками и начинает приставать к Коллу, толкая того на землю. Но их прерывает крик Би. Няня Колла подходит к банде мелких агрессоров и что-то шепсет Джереми на ухо, после чего те в страхе сваливают. Би помогает мальчику подняться, после чего дает совет, как защищаться от этих задир. Девушка подвозит Колла до дома, после чего прощается с ним до следующего дня, когда родители мальчика должны уехать на выходные. Войдя в дом, Колл видит записку от матери, которая сейчас в подвале расставляет мышеловки. Спустя некоторое время отец мальчика учит его о вождении на автодроме. Колл еще боится ездить за рулем, поэтому не справляется с задачей. Вечером Колл интересуется у родителей, чем они занимаются. Мама говорит, что папа пересматривает сериал «Безумцы», но отец мальчика предлагает посмотреть его вместе, когда Колл немного подрастет. Испытывая глубокий интерес, мальчик находит сериал и смотрит его всю ночь до самого утра. По дороге в школу Колл рассказывает Мелани, что его родителей опять не будет на выходных. Мальчик подозревает, что предки уезжают позаниматься любовью, чтобы он этого не видел. Мелани его подначивает, что, мол, Би также приводит домой парней и развлекается с ними, когда Колл засыпает. Мальчик не верит в это, но Мелани просит его не засыпать и посмотреть за няней. Колл видит Би, которая выходит из магазинчика с каким-то парнем. Родители Колла собираются отдохнуть в отеле. Мама парниши просит Би не включать фильмы о насилии, не давать вредной еды, а также уложить его спать до 10. Когда родители уезжают, Колл и Би проводят время весело, танцуют, а также купаются в бассейне. Когда наступает ночь, Би спрашивает у Колла, пойдет ли он спать, если она ему немного нальет. Девушка выносит шот и просит Колла не говорить родителям. Но мальчик хвастается, что папа всегда разрешает ему выпить немного пива. Так как Колл сегодня не должен уснуть, он просит Би выпить с ним. И пока так ходит, он выливает свою дозу и притворяется, что уже выпил. Около 12 часов ночи Колл слышит, как в дом входят гости. Он пишет Мелани, что друзья Би уже в доме. По словам девочки, в доме, похоже, намечается оргия. Колл тихонько выходит из своей комнаты и со ступенек наблюдает, как Би и ее друзья всего лишь играют в правду или действие. Когда бутылка указывает на Би и она выбирает действие, Макс заставляет девушку поцеловать всех присутствующих. Би целует Макса, а после показывает всем очень страстный и долгий поцелуй с Эллисон. Джона девушка просто облизывает. Мне ведь нужен был лишь поцелуй. Ну ладно. А затем целует в лоб Соню, которая отвечает ей тем же. Наступает очередь Сэмюэля, который стесняется целоваться при всех, так как они все на него смотрят. Би просит парня закрыть глаза и представить, что здесь никого кроме них нет. А затем целует его и вонзает в его голову ножи. Би вытаскивает ножи из головы Сэма и Макс с Джоном начинает набирать вытекающую кровь в чаше. Судя по их разговору, они намереваются совершить какой-то обряд, после которого каждый станет успешным. Колл напуган увиденным, но он старается не проронить ни звука, чтобы сатанисты его не увидели. Би просит Сони притащить чемодан в дом. Девушка достает старинную книгу и объясняет своим друзьям, что они, чтобы достичь успеха, должны проливать кровь и читать заклинания. Но перед этим нужно раздобыть еще кровь невинного человека, чтобы смешать ее с кровью жертвы. Единственным таким невинным человеком в этом доме является парниша на втором этаже. Мальчик бежит в свою комнату и оттуда звонит в полицию, сообщая о том, что он увидел. После этого он хватает перочинный нож и выглядывает в окно, но там слишком высоко, чтобы спрыгнуть. Поэтому Колл ложится в кровать и притворяется, что он спит. Когда сектанты входят в комнату, Би спрашивает, у Сони взяла ли она шприц. Колл очень боится уколов, но ему хватает сил выдержать, пока Билл высасывает из него кровь шприцом. Когда все выходят, Колл из простыней связывает веревку, один конец которой привязывает к кровати, а второй выбрасывает в окно. Но воспользоваться ей он не успевает, так как мальчик теряет сознание. Он приходит в себя, привязанный к стулу. Соня дает ему печенье, так как у парня низкий уровень сахара в крови, отчего он и упал в обморок. Би спрашивает у Колла, почему он не спит и куда он собрался. Мальчик обманывает сатанистов сказкой, что он собирался покурить травку, поэтому он и не пил коктейль Би. На ее вопрос, что он еще видел, Колл произносит, что видел только ее и эту банду незнакомых ребят. Элисон, вздыхая, произносит, что они видят в зеркало, что Колл пытается разрезать веревку своим ножичком. Но парнишку это не останавливает. Колл успокаивает всех фразой, что он ничего не расскажет родителям о том, что Би со своими друзьями устраивали тут оргию. Ты хоть знаешь, что такое оргия? Все начинают смеяться, так как верят мальчику, что он и вправду ничего не видел. Би просит Соню развязать мальчика, но к дому в этот момент подлетает полицейская машина. Би спрашивает у паренька, что же он видел такого, что вызвал копов. Колл начинает кричать, чтобы полицейские его услышали. Когда копы залетают в дом, Макс убивает одного из них кочергой, который перед смертью стреляет в Элисон. Второго копа убивает Би, подкравшись к нему сзади. Пока сатанисты отвлекаются на ноющую за испорченную грудь Элисон. Они теперь перестанут расти, а ведь еще не закончили. Колл освобождается от веревки и бежит в свою комнату. На втором этаже его догоняет Джон, но Колл толкает его и тот, наступив на машинку, падает со второго этажа, пронзив шею статуэткой. Мальчик бежит и закрывает дверь. Колл вылазит через окно, используя связанную из простыни веревку. Макс хватает за веревку и начинает втягивать мальчика обратно, но Колл падает на землю. Пока Макс спускается со второго этажа, Колл бежит в гараж, где берет зажигалку, салют и прочий инструмент. После этого парнишка бежит в подвал дома, где его мама недавно расставляла мышеловки. Проходя мимо окна в подвал, Соня решает проверить, здесь ли мальчик. Она видит, как по одеялу, под которым прячется Колл, ползет паук. Соня гладит паука и ползет к выходу, так как не нашла мальчика. Колл сбрасывает паука с одеяла, который падает на мышеловку. Соня, услышав это, возвращается. Колл поджигает фейерверк, но ракета пролетает мимо девушки, падая около входа в подвал. Мальчику удается убежать от Сони и на выходе он закрывает решетку в подвал, закручивая ее шуруповертом. Когда девушка начинает долбиться в решетку, Колл брызгает в нее из баллончика и в этот момент взрывается фейерверк. Мальчика отбрасывает взрывной волной на лужайку, где его находит Макс. Колл бросается бежать, а когда Макс его догоняет, парнишка вспоминает урок Би и падает на землю, дав Максу споткнуться об него, а затем пинает его по шарам. Макс вскакивает, говоря, что Колл промазал. Парень хватает мальчишку за горло, за домом слышен какой-то звук. Колл объясняет, что это Джереми. Школьный задира кидает яйца в его дом. Макс ведет Кола и заставляет мальчика избить Джереми, чтобы показать, кто тут главный. Колл, бросая реплику из фильма, пытается пнуть Джереми. Пну тебя по этой части лица. Но у него ничего не получается. Зато в ответку он получает неплохо. Лежа на земле, Колл рассказывает о сатанистах в его доме и просит агрессора помочь, но тот совершенно равнодушен. Давай. Когда Джереми уезжает, Коллу подходит Макс, от которого мальчик снова убегает поднимать в домик на дереве. Пока Колл высматривает его внизу, Макс спокойно поднимается по веревке вверх. Наверху площадка не выдерживает веса Макса и ломается. Парень хватается за ветку, но соскальзывает и падая запутывается в веревке. Колл падает на землю, но тут же звучит выстрел из ружья, которое Би нашла у копов в машине. Колл бежит в дом к Мелани и объясняет ей всю ситуацию. Би заходит в дом, так как дверь была не закрыта. Колл и Мелани прячутся в доме по разным комнатам, а затем забегают в ванную. Там Колл просит прощения за то, что втянул девочку в это. Он просит Мелани позвонить в полицию, а сам выбегает из дома, криками вызывая Би. Забежав к себе, Колл обнаруживает, что в доме чистота. Ни трупов, ни крови. Лишь в одной из комнат он находит Эллисон. На столе лежит та самая книга Би, в которой написано, что все мечты исполнятся после жертвоприношения. На мальчика нападает Эллисон, избивая его, но Колл бьет ее по раненной груди. Что с тобой такое, маленький извращенец? Эллисон находит нож. Она замахивается для удара, но ее голова тут же разлетается на мелкие осколки. Би говорит, что теперь снова придется переезжать в другой город. Но для начала нужно придумать, что делать с Коллом. Стрелять в него она не хочет. Колл хватает зажигалку и грозится сжечь книгу заклинаний Би, если она не расскажет, зачем ей понадобилась его кровь и что это за книга. Би объясняет, что кровь Кола нужно было смешать с кровью Сэма, а затем, капая на странице книги, прочесть заклинания. И тогда любое желание исполнится. Мальчику не нравится, что его использовали, но Би отрицает это, считая Колла своим другом. Ведь она могла убить его, а не Эллисон, но не сделала этого. Би предлагает мальчику вызвать копов и рассказать им, что на них напали сатанисты. Колл поджигает книгу, а сам бежит к дому Мелани, где припаркована машина отца. Мальчик больше не доверяет Би. Он запускает мотор и разгоняется на тачке. На дороге лежат обломки его домика. Используя их как трамплин, Колл залетает в свой дом, как раз туда, где находилась Би. Выбравшись из машины, Колл подползает к раздавленной Би. Мальчик признается, что все это время был влюблен в девушку. Она его предала. Колл прощается с Би и выползает из развалин. У дома стоят машины экстренных служб. Джереми спрашивает у своих дружков, что здесь происходит. Те рассказывают, что Колл угнал машину, вырезался в дом и убил человек 50. Приезжают родители Колла и спрашивают у мальчика, что тут произошло. Он говорит, что няня ему больше не нужна. В сцене после титров сотрудник пожарной службы заходит в дом. Би, которую придавила машиной, каким-то образом исчезла. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Пишите лайки и ставьте комментарии. Таким образом, вы безумно поможете каналу в развитии. Всем бобра и до новых встреч.